Казанский федеральный университет Университета Тимирхан Алишев представил иностранным коллегам основную информацию о ВУЗе на данный момент, упомянув о количестве обучающихся индонезийских студентов. Если быть честным, я не могу описать словами, насколько я впечатлен. Здание университета произвело на нас неизгладимое впечатление. Его историческая значимость, его научные открытия и образовательные проекты поразили наших коллег. Это вдохновило нас. Нам нужно многому научиться от вас. Сразу после вступительного слова индонезийские коллеги проследовали в Белый зал, где прошла встреча со студентами из Индонезии, обучающимися в Казанском федеральном университете. Спустя некоторое время команда телевидения проследовала в Императорский зал, где в формате прямого эфира телеведущий обратился к зрителям государственной телекомпании. Темой сообщения стали грядущие всеобщие выборы в Индонезии, запланированные на 14 февраля 2024 года для избрания президента, вице-президента Народного консультативного собрания. Сразу после небольшого интервью со студентами, Тимирхан Алишев также дал комментарий об университете и дальнейшем развитии партнерских отношений с научно-образовательными организациями Республики Индонезия. Сегодня к нам приехала одна из ведущих телекомпаний Индонезии, компания TVRI, и они делали сюжет о Казанском университете, знакомились с историей Казанского университета, и также они встретились со студентами и сделали сюжет о предстоящих выборах. То есть они спросили, каковы мнения студентов относительно этих выборов, относительно кандидатов. И действительно, в будущем году уже скоро времени пройдут выборы в Индонезии, и ребята должны будут поехать в Москву, в посольство, делать свой выбор. Увеличение количества индонезийских студентов стало возможным благодаря налаженным контактам с посольством Республики Индонезия в Российской Федерации и Министерством образования и культуры Республики Индонезия, куда направляется информация о предлагаемых учебных программах, грантах, условиях обучения и поддержке иностранных обучающихся, а также участии в международных образовательных выставках в Индонезии. Казанский федеральный университет является одним из немногих российских вузов, где ведется преподавание индонезийского языка. На базе Института международных отношений. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюс.